Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Спасибо, Пашка. Становится все популярнее, а для некоторых стримеров трансляции стали уже не просто развлечением, а полноценным источником дохода. Дело в том, что во время трансляции стримеров... А, это ты сделал, Андрей? А, Андрей наложил? Фу, блядь, Андрей, это очень смешно, это очень смешно, это очень смешно. Стримеры получают донаты от зрителей, которые бывают как чисто символическими, так и вполне весомыми. О восьми самых крупных донатах русской... Спасибо, да, Арма, добавляю. Арма, очень знакомый ник. Спасибо большое, да. Слабо добавляю. Стримерам я сейчас расскажу. По факту. Открывает наш список серия донатов от пользователя Электрик из Закамска, который за довольно короткое время отправил в сумме 40 тысяч рублей популярной стримершей Аляши. Судя по реакции девушки, этот донатер за всегда-то ее стримов. Она обращается к нему по имени и интересуется его грядущим путешествием, и беспокоится о том, как бы зрителю не пришлось отменить поездку из-за таких щедрых трат в ее пользу. Чего? Блин, ну Сереж, ты чего? Сереж, у тебя денег не останется на маршрутку. Следующий наш герой донатер с ником пьяный слесарь Василий, который совершил единоразовое пожертвование в размере 50 тысяч рублей Юрию Хованскому. Самое эпичное в этой истории. Мне интересно послушать, что говорит Хованский в этот момент. У него реакция очень интересная. Который обрадовался так, будто бы ему подарили не 50 тысяч, а яхту. Раз, соточку, я сделал вид, что не заметил. Выбьем за любовь. Нифига себе, пьяный слесарь Василий. Мини-кошка, стримерша, чей контент явно рассчитан преимущественно на детскую аудиторию. На ее стримах вы не услышите мата, но услышите много милой болтовни параллельно с игрой в Майнкрафт и различные симуляторы. Вот и донатер Максим поддержал стримершу, сказав, что его дети любят смотреть ее трансляции, а также пожертвовал ей аж 100 тысяч рублей. Девушка растерялась, не зная, как отблагодарить Максима, но выкрутилась демонстрацией милой миниатюрной уточки. Да что-то с собой придача лететь, просто так, Максим, сколько? Я не могу понять, сколько денег. Сколько денег? Чего? 100 тысяч рублей? Я что-то не могу понять, серьезно? Последний... Что? Что происходит? Так, подожди, 100 тысяч рублей? Нет, я не могу в это поверить. Ну, как-то так очень. Еще 100 тысяч достались молодой видеоблогерши Эвелинушке. Ой, Эвелина, я помню, я видела это. Она очень клевая. С лаконичным комментарием Созидай вызвала девушке слезы, а затем радость, ведь по ее словам эти деньги позволят ей приобрести новый ноутбук, что облегчит производство видео в дальнейшем. Ты чего с ума зашел, что ли? Я помню, вот очень мило отреагировала, очень нравится ее отреагироваться. Я забыла, о чем я говорила. Во время игры World of Tanks на стриме Мозольки донатер Moobot отправил подряд 3 доната в размере 50 тысяч рублей каждый. Помимо этого, в течение всего стрима другие донатеры также достаточно щедро жертвовали свои деньги, так что под конец игры у Мозольки набралось аж 351 тысяч рублей. Так мило. С Новым годом. Ну это очень, это прям чудо, это мило. Снова World of Tanks и целая гора денег сразу от двух известных донатеров. Спасибо большое, корабль. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Зоечек, спасибо. Часто светившихся и на других стримах. Хаус 87 и Зума Зум в общей сумме за один стрим задонатили актеру полмиллиона рублей. К слову, у самого Зума есть собственный детский канал с роликами по 50 миллионов просмотров. Когда актер вспоминал эту трансляцию, он сказал, они там на лифте катались, им скучно стало, кто кого перекатает. Я понял, что этих людей не затормозить. Там Зум ворвался со словами, я думал топ-донат твича я, и пошел по 100 тысяч кидать. У меня бы сердце не выдержало, если бы они продолжили этот концерт. Пиздец. На самом деле, битва донатеров, типа, это самое жесткое, вот когда, по-моему... У меня тоже такое что-то было, но недолго. Помните, когда Eleven зашел, типа, когда мы фильм какой-то смотрели, да, после него? Типа, Риат зашел такой, типа, и с кем-то тоже, с кем-то чуваком, типа, своим другом. Они начали, короче, тоже, типа, топить. Вот я топ-донатер, я, я. Короче, это вообще, это был пиздец. Это был просто... Это был просто пиздец. Это был просто жесть. Спасибо, Янг. После видосика, ладно? Это пиздец. Это просто... Амина, привет. Помоги брату выиграть в голосовании за лучшую... Еще 500 тысяч уже единоразовым донатом прилетела стримерша Карине, когда она была на пике своей стримерской популярности, после чего последовала привычная для Карины наигранно-крикливая реакция, которая, впрочем, пришлась по душе зрителям. Таким образом, донатер Мистер20130 прорекламировал другой стримерский канал. Реально, 500ка? Реально, 500ка? 500ка? Реально, 500ка? Ни хуя, 500ка? Самым большим и самым трогательным донатом в нашем сегодняшнем списке является пожертвование в размере почти 800 тысяч рублей поистине королю стримового ремесла, ВиДжей Линку. По всей видимости, Линка очень достроили результаты его игры, комментируя которую... Реально, 700ка? ...назвал себя неудачник. Неа, спасибо. Компировнодушный зритель решил подбодрить раздосадовавшегося стримера, после чего последовала очень эмоциональная и продолжительная реакция. От осознания суммы доната до слез и поднятый за донатеров рюмки. Это надо видеть. Кирилл, ты не неудачник. Спасибо за твое творчество. Пиздец. Ну, я не знаю, как это сделать. Ну, это искренне, мне кажется. Мне кажется, это искренне. Это круто. Я не могу говорить. Я буду рад, как стример, получивший огромный донат, если ты подпишешься на канал, поставишь лайк, а также предлагаю посмотреть тебе подборку самых задизлайкенных видео на ютубе. Ставь лайк, если заебали тупые девки. Подпишись, если заебали тупые девки. Сыка мить, если заебали тупые девки. Ставь лайк, если заебали тупые девки.